Друзья мои, из фронта поступает все больше и больше тревожных сообщений. Ситуация настолько серьезна, что я даже подстригся. Украинский солдат батальона Айдар написал в Телеграм следующее. Сегодня на Покровском направлении апокалипсис. Точнее и не скажешь. Мы сосредоточимся на этом участке фронта, к западу от Авдеевки. События последних дней стали настоящей катастрофой для украинской армии. Такой была линия фронта по состоянию на 1 июня. Затем перенесемся на месяц вперед на 1 июля. И такова ситуация сейчас, в начале августа. Русские продвинулись в этом направлении. На 12 километров. На 9 километров. В этом. И на 6 километров. Сюда. В этом видео я подробно проанализирую, как российской армии удалось провести это наступление как с тактической, так и с оперативной точки зрения. Главную причину этого военного фиаско можно объяснить халатностью. Абсолютная халатность. Мы все помним, как Украина хвасталась строительством мощной линии укреплений. Однако, на самом деле, на целом ряде участков фронта, украинское командование не потрудилось возвести никаких укреплений. А если их и создавали, полевые сооружения оказывались полностью открытыми и плохо спланированными. В конечном итоге, украинская армия не могла рассчитывать на глубоко эшелонированную оборону. Как только рушится первая линия обороны, игра окончена. Я скажу об этом еще кое-что далее по ходу видео. Поскольку все украинские подразделения, состоящие из призывников со слабой подготовкой, ничего не могли сделать, чтобы остановить русских, Украина решила пожертвовать в очередной раз элитной 47-й механизированной бригадой, прошедшей подготовку НАТО. Им пришлось бросать драгоценные Брэдли и Абрамсы на тушение этого пожара. И им пришлось заплатить дорогую цену. Форбс сообщил, русские отбивают атаку украинской 47-й механизированной бригады и наступают на Покровск. Как вы видите на карте, передовые части российской армии находятся всего в 16,5 километрах от этого стратегического города. Что еще хуже, только за последние 24 часа Украина потеряла три деревни прямо на подходе к Покровску. Я действительно начинаю думать, что русские используют какие-то чит-коды. Добро пожаловать на History Legends с последними новостями о российско-украинской войне. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Как вы знаете, на некоторых из моих роликов об Украине была ограничена или отключена монетизация. Так что загляните на мои Patreon и Paypal, чтобы поддержать проект. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартиру. Чтобы получить полное представление о том, что происходит на самом деле, надо вернуться к началу июня. На тот момент украинская оборона была выстроена вдоль линии Новоалександровка, Сокол и Новоселовка-1. 110-я механизированная бригада удерживала сектор Новоалександровки и защищала дорогу, соединяющую Покровск с Константиновкой. 100-я механизированная бригада защищала северный фланг, чтобы предотвратить российское наступление на Константиновку. Наконец, 47-я механизированная бригада удерживала оборону в районе Сокола. Им пришлось в одиночку оборонять самую большую часть фронта. Их присутствие имело решающее значение, поскольку их миссия заключалась в том, чтобы помешать русским добраться до важного логистического центра — Покровска. Хотя 47-я механизированная бригада столкнулась с нехваткой обученных стрелков, они компенсировали это своей огневой мощью, задействовав свои М2А2 «Брэдли» и М1 «Абрамс» для набегов с отходом. В целом, украинское командование, вероятно, надеялось остановить российское наступление вдоль реки Волчья, точно так же, как им удалось это сделать в секторе Карловки, где продвижение российских войск идет крайне медленно из-за узкого ландшафта. Что ж, скажем так, русские обошлись без предварительных заигрываний и перешли сразу к делу. Так, 9 июня российские пехотные подразделения штурмовали Новоалександровку и взяли под контроль половину села. Предположительно, этот сектор также обороняют подразделения 111-й бригады территориальной обороны. Это явно означает, что украинская линия обороны представляет собой лоскутное одеяло из различных подразделений. После этого тактического успеха план русских состоял в том, чтобы наступать на Новоселовку-Первую как со стороны Новопокровска, так и со стороны Уманского с юга. Если в секторе Уманского российским моторизированным подразделениям не удалось продвинуться дальше, то Новопокровское им удалось взять к 12 июня. Имейте это в виду, а пока вернемся к Новоалександровке. Из-за важности этой оси украинцы, вероятно, направили много резервов, чтобы заделать бреши в обороне. Русские попытались обойти вражеские позиции с фланга, штурмуя эту лесополосу длиной 1300 метров. К 15 июня российская армия значительно расширила зону своего контроля в секторе Новоалександровки. В целом, эти постоянные атаки сильно напрягли украинскую 47-ю механизированную бригаду, у которой не было другого выбора, как отдавать территорию в обмен на время. 15 июня передовые части русской армии достигли восточных окраин Сокола. Два дня спустя, после дерзкой атаки, они продвинулись на 1600 метров к северу от населенного пункта. Если вам интересно, как они добились этого на тактическом уровне, вот как это было. На этом видео мы видим, как российская БМП на полной скорости мчится по открытому полю, пока не достигает лесополосы. Там она высадила пехоту и забрала передовую группу назад, в тыл. Смотря на 3D-карту, мы понимаем, что российские моторизированные подразделения базируются в Очеретино. Именно с этой центральной позиции начинаются наступления по всему фронту. Что касается той БМП, для выполнения задачи она проехала 4 километра по указанному маршруту. Помимо ротации персонала, БМП также необходимы для обеспечения штурмовых отрядов мощной огневой поддержкой. 21 числа российские штурмовые отряды впервые закрепились в Соколе. К 23-му они заняли всю эту лесополосу протяженностью 1,7 километра и половину села. Наконец, после нескольких дней боев, 28 июня, русские окончательно взяли Сокол. Этот солдат принадлежит к отряду Черные Гусары 15-й мотострелковой бригады, которую я упоминал в прошлом. Именно они завоевали Бердычи, и мы можем предположить, что они продвигались вдоль этой линии на карте. Итак, с оперативной точки зрения, Новоалександровка и Сокол находились под контролем России. Но украинцы по-прежнему контролировали Новоселовку первую, последней из этих трех опорных пунктов. Небольшая тактическая задачка. Если бы вы были украинским командиром, где бы вы разместили свои резервы? Вы оставите их возле воздвиженки, чтобы защитить линии снабжения, идущие в Константиновку? Или попытаетесь остановить российское наступление в лоб? Похоже, украинское командование выбрало первый вариант. Ко второму июля русские не позволили украинцам перестроить свои ряды, продолжив свою кавалерийскую атаку. Они полностью отбросили украинские подразделения перед собой и продвинулись на три километра прямо между Новоалександровкой и Соколом. Но удивлены ли мы? Вот в каких импровизированных окопах приходится сидеть украинским солдатам. Выглядит жалко. Неудивительно, что фронт разваривается. Когда казалось, что хуже уже некуда, на следующий день российские моторизованные подразделения продвинулись на три с половиной километра между Соколом и Новоселовкой-1. Это было катастрофой для украинских военных, потому что все войска в Новоселовке теперь оказались в окружении. И тогда русские уничтожили многие украинские бронемашины «Брэдли», как этот, который был уничтожен к западу от Новопокровского, или этот, который также был уничтожен российским FPV-дроном. Далее мы увидим еще подобные кадры. Но у украинцев было не так много опорных пунктов к западу от Сокола, чтобы остановить прорыв русских. Буквально, как только русские танки миновали первый ряд траншей, у них появлялась полная свобода действий. Речь идет о населенных пунктах Восход и Евгеньевка. Эти поселки настолько малы, что можно пересчитать все дома. На этом видео вы видите поселок Восход, представляющий собой улицу длиной 600 метров, с фермерским комплексом в конце. Прошло совсем немного времени, прежде чем первые русские стрелки оказались на подступе к Восходу. Во время обороны села Украина оставила после себя три М2 «Брэдли» и один М1А1 «Абрамс». В конце концов, Восход пал 3 июля. Эти солдаты, записывающие видео, входят в состав 2-го батальона 10-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Они рассказывают, как захватили поселок при поддержке казачьего батальона «Терек» и юго-осетинского добровольческого батальона «Сармат». На их боевом знамени мы видим цифру 30, возможно, обозначающую номер штурмового отряда, то есть 30-й отряд штурмовиков, окруженный надписями «Отвага», «Вера», «Честь» и «Правда». С позывными 14 членов отряда. С учетом сказанного, я думаю, что на землю вокруг Уманского наложили проклятие, потому что мы увидели ноль продвижений. Однако немного севернее русские играли в «Тетрис», занимая лесополосы одну за другой. И в конце концов достигли этого водоема за Новоселовкой 1 к 6 июля. Стоящая вдоль одной улицы деревня Евгеньевка оказалась зажата в клещи. Думаю, ее защищало не более взвода стрелков. Как это часто делала 47-я механизированная бригада, они бросили свои М2А2 «Брэдли» вперед и открыли огонь по врагу в упор, а затем вывели их. Например, этот выехал из села Волчья по этой дороге и начал стрелять из 25-мм пулемета по-русским с расстояния около 200 метров. Смотря на эти кадры, мы видим М2А2 «Брэдли» вот здесь. Но обратите внимание на окопные сооружения, расположенные по обе стороны дороги. Они большие. Я был удивлен. Такие нечасто видишь на этом участке фронта. Это указывает на то, что украинские стрелки, вероятно, удерживали не само поселение, а расположили свои огневые группы за деревней в этой укрепленной сети траншей. Однако эти украинские вылазки также сопряжены с определенным риском. Например, этот М2А2 «Брэдли» вскоре стал мишенью для артиллерии и дронов. Несмотря на все усилия 47-й механизированной бригады, через пару дней, 10 июля, Евгеньевка попала в руки россиян. Именно тогда украинское сопротивление сосредоточилось вокруг населенных пунктов «Воздвиженка» и «Прогресс». Подробнее об этой очень важной битве чуть позже. Тем временем, село Новоселовка-1 стало камнем преткновения для российского наступления. Что хуже всего для российского командования, гипотетически, оттуда украинцы могли бы получать подкрепление, как Гендальф и Рахирим. Они еще могут начать контратаку в направлении Очеретина, Авдеевки. Иными словами, это не та позиция, которую хотелось бы покинуть. Итак, было принято решение ликвидировать Новоселовку-1. На этих кадрах с дрона деревню видно с высоты птичьего полета. По сути, это одна улица с руинами домов по обе стороны. 12 июля, после штурма от деревни, российские отряды заняли свой первый плацдарм. Они продвинулись на 1,6 километра по этой дороге, а также в этом секторе, и на 1,2 километра с востока. В течение следующих нескольких дней русские проводили различные операции по укреплению своих позиций к югу от деревни, чтобы подготовиться к следующему штурму. Инженерные подразделения сыграли ключевую роль, поскольку они расчищали пути по открытой местности, чтобы позволить бронетанковым подразделениям маневрировать. Но это также облегчает украинской артиллерии нацеливание на приближающуюся технику. Например, на этом кадре мы видим наступающий танк, которому придется обходить четыре уничтоженные или брошенные бронемашины. И в конце концов этот танк тоже присоединился к их вечеринке, подорвавшись на мине. Имейте в виду, что если русские действительно возьмут всю эту территорию, вся эта техника будет возвращена и отремонтирована. В то время как каждая оставленная украинцами машина подлежит полному списанию. Однако именно атака 16 июля опустошила тылы обороняющихся украинцев. Здесь мы видим двоих из них, попавших в окружение и решивших сдаться. Два дня спустя вся северная часть села оказалась под контролем России. Пока российские войска штурмовали Новоселовку-1, важное сражение происходило также на 6 километров к северу. К середине июля украинское командование надеялось, что линия Воздвиженка, Лазоватская, Прогресс и Волчья удержатся. Мне слишком сложно произносить эти названия. Давайте обозначим эти позиции как Натали, Анна, Флоренс и Асиан. Линия Нафо. Но не стоит обманываться в ожиданиях. Не все они крупные деревни. Например, в Лазоватском всего два дома. К сожалению, эта линия сразу же рухнула. Позиция Анна, или Лазоватская, пала 16 июля. На этих кадрах вы можете увидеть, как российское БМП проводит зачистку этого лесного массива. Два дня спустя русские уже стучались в двери Флоренс, то есть Прогресс. Украина не только не построила надлежащих оборонительных позиций, но и все эти огромные поля и отсутствие укрытий очень затруднило им ротацию военного персонала. Как в этом видео, где бронетранспортер Макс Про был уничтожен российским дроном. Не хочу чересчур сгущать краски, но к 20 июля для украинцев игра была окончена. В каком-то смысле можно сказать, что русские достигли большого прогресса. Российской группировке «Центр» удалось осуществить захват в клещи с этих двух позиций и окружить целое подразделение украинской 31-й механизированной бригады. Знаете что? Давайте воспользуемся украинским изложением этой истории. В телеграмме Цапленко написал, ряд наблюдательных пунктов 1-го и 3-го батальонов были полностью окружены. Командир бригады так и не отдал приказ о прорыве. Минус 100 очков к арме. Прямо как на базе «Зенита» в Авдеевке. Просто поставьте себя на место этих украинских солдат, застрявших в этом котле, и окруженных вражескими войсками. У нас нет более подробной информации, но, судя по всему, этим подразделениям удалось организовать прорыв. Но вопрос в том, какой ценой. Пока Украина была занята этой спасательной операцией, 20-го числа русские захватили прогресс. Похоже, украинская армия на Покровском фронте страдает не только от нехватки живой силы. Настоящая проблема в полном отсутствии мозгов. Почему-то у них нет компетентных военных командиров на местах. Не знаю, возможно, это из-за кумовства или политической идеологии, честно, не знаю. Но прямо сейчас российские бронетанковые подразделения наступают прямо на украинские подразделения с ужасными укреплениями и слабым, неопытным, командным составом. Другими словами, львами командуют ослы. Ко всем перечисленным нами проблемам украинской армии мы можем добавить плохие тактические навыки во время контратак. В конце концов, именно 47-ю механизированную бригаду всегда посылают вперед для закрытия брешей на фронте. При этом все, что они смогли выдвинуть вперед для контратаки, это несколько М1А1 Абрамс. У меня нет всей истории битвы, но один из них атаковал вдоль железнодорожных путей, а другой из этой лесополосы. Неудивительно, что первый танк был атакован и уничтожен российскими дронами, в то время как второй танк оказался брошен в километре от первого. Похоже, это стало решающей частью битвы при прогрессе. Потому что сразу после этой украинской контратаки, и это не шутка, рухнул весь фронт. Вот ситуация на 22 июля. 23 июля преодолены 800 метров здесь и 1200 метров здесь. 24 июля Украина лишилась этой 1400-метровой лесополосы. Можно подумать, что все не так уж и плохо, и бум! 25 июля Россия продвигается сразу по четырем направлениям. Ликвидация этого котла, продвижение на 800 метров западнее Лозавадского, трехкилометровый прорыв вдоль железнодорожных путей и захват Волчьего. Можете ли вы догадаться, кто штурмовал село Волчье? Три, два, один. Слава черным гусарам! Слава русскому оружию! Победа будет за нами! Враг будет разбит! Для моих про-украинских зрителей, пожалуйста, пристегните ремни безопасности, потому что вы не готовы к тому, что будет дальше. Российские штурмовые отряды вновь расширили свои позиции по всему периметру Волчьего 26 числа. И то же самое на следующий день. Теперь они контролировали 2300 метров лесополосы перед Желандой. За неделю русская армия продвинулась на 5 километров. О, вы думали, что это все? Не так быстро. Из-за этого российского прорыва украинским защитникам Новоселовки-1 пришлось покинуть свои оставшиеся боевые позиции. В противном случае они были бы полностью окружены. Сразу после этого солдаты 114-й мотострелковой бригады подняли свое знамя на только что захваченном селом. К 28 июля вектор российской атаки значительно расширился. Украинцы попытались исправить это быстрой контратакой. Здесь она увенчалась успехом, но атака в направлении Лозавадского полностью провалилась. Вскоре после того, как украинские войска растратили часть своих резервов на этом участке, им пришлось оставить часть своих позиций к западу от Лозавадского. Продолжая наступление, русские немедленно предприняли бронетанковую атаку в направлении Тимофеевки. Как видно на этих кадрах с беспилотника, эта местность отличается густой растительностью по сравнению с другими районами. Здесь мы видим подразделения из двух танков. Один из них стал мишенью для украинских дронов. Можете угадать, сколько беспилотников они выпустили, чтобы уничтожить один этот танк? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Снимаю шляпу перед этим командиром русского танка. Он сделал все, что мог. После первого удара он начал отступать, пытаясь укрыться в лесном массиве, чтобы замаскироваться от других дронов. К 31 июля Тимофеевки был капот. И русские умело захватили семь лесополос, которые будут служить остриями для следующих атак. Мы можем представить себе эти лесополосы как окопы для нападения, где штурмовые отряды могут перегруппироваться как можно ближе к позициям противника, прежде чем начать атаку. В целом, это очень затрудняет украинскому командованию угадывание главного направления атаки противника. Русские могли атаковать здесь, здесь или даже здесь, или по всем семи направлениям сразу. Такая тактика смертельно опасна для обороняющей со стороны, которая и без того сильно растянута и испытывает нехватку живой силы. Тем временем, российская артиллерия также обстреливала все возможные цели, чтобы сохранить этот туман войны, подавляя позиции противника. Неудивительно, что на следующий день, 1 августа, даже не знаю, как сказать, российские штурмовые отряды взяли веселое, вошли в южную часть Ивановки и продолжили наступление вдоль железнодорожных путей между Сергеевкой и Желанным. Похоже, железнодорожная линия обеспечила русским пехотным подразделениям надлежащее прикрытие, позволив им окопаться. Что заставило украинское командование крайне обеспокоится, так это то, что каким-то образом в этот прорыв вливалось все больше и больше российских подразделений. Этот украинский солдат из батальона Айдар написал в своем телеграмме, «У меня такое впечатление, что их выпустили, как муравьев». На этом видео вы можете увидеть взвод из 26 российских солдат, идущий колонной вдоль этой лесополосы. Некоторое время спустя они разбегаются, попав под огонь украинской артиллерии. Это подразделение попало под обстрел в четырех километрах от линии фронта, когда направлялась к линии соприкосновения. Это наводит меня на мысль, что таких взводов, пробирающихся вперед, должно быть было множество. Все стало яснее после прочтения следующего сообщения. Уже не секрет, что 27-я дивизия дополнительно зашла на Покровское направление. Да, русские ввели в бой два дополнительных мотострелковых полка, 506-й и 589-й. Эти свежие резервы играют решающую роль в поддержании темпов этого наступления. Как русскому командованию удалось перебросить вперед так много своих резервов, чтобы они не оказались перехваченными, это стоит место в военных учебниках. К 4 августа желанное было наполовину окружено, когда российские войска усиливали свои позиции вокруг поселка. Всего лишь вопрос времени, когда он падет. По состоянию на 7 августа желанное находится почти под полным российским контролем. На данный момент производится зачистка. Но что поражает, так это то, что Веселая и Сергеевка тоже пали. Сергеевку штурмовали бойцы 433-го мотострелкового полка, которые также с гордостью демонстрировали захваченную ими американскую бронемашину М88А2 «Геркулес». Вы также заметите, что с оперативной точки зрения, в течение месяца российским вооруженным силам удалось полностью обойти с фланга оборонительные позиции Украины вдоль реки Волчья. В конце концов, чего можно ожидать от Покровского фронта в ближайшие дни и недели. Город Покровск с флангов защищают 4 города. Мирно-Град, Гродовка, Новогродовка и Селидово. Этот внешний слой необходимо защищать любой ценой, потому что если русские займут один из этих городов, они смогут использовать его в качестве координационного центра для перегруппировки всех своих резервов и припасов, точно так же, как они сделали сочеретина. Итак, чего можно ожидать в ближайшие дни и недели? Я думаю, что русские предпримут массированную атаку на Покровск. Поскольку русские штурмовые отряды так успешно продвигались вдоль железнодорожной линии, мы можем ожидать такой же общей стратегии. На тактическом уровне, с их новых позиций, мы можем ожидать, что первая группировка двинется в направлении Новогродовки, где им придется прорваться через линию сел Журавка, Орловка и Николаевка. Одновременно вторая группировка может продвинуться на север через Сергеевку, Веселое и Ивановку, чтобы штурмовать Гродовку со всех сторон. Тем более, что они могут легко отправить отряды стрелков вдоль этих лесополос, которые ведут прямо внутрь Гродовки. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Если хотите поддержать мою работу, обязательно зайдите на мой Патреон и Пейпал. Ссылка в описании под видео.